Сегодня в мировом суде огласили приговор главному инженеру ЖЭО 51 комплекс. Напомню, в феврале прошлого года с козырька одного из балконов дома 5012 упала глыба льда. В тот момент из подарки, расположенной под балконом, выходили пожилая женщина с внучкой. Девочка успела отбежать и не пострадала. А ее бабушка попала в больницу, где медики зафиксировали у пациенток переломы 12 ребер позвоночника, лопатки и множественные другие травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что такой инцидент, когда с козырька балкона падает пласт заледеневшего снега, происходил в Челнах не впервые. Подробности у Эльмиры Гайнудиновой. В последний раз подобный несчастный случай произошел в марте 2010 года. Тогда с козырька балкона на 4-летнего мальчика упал большой пласт снега. В результате несчастного случая ребенок погиб. На скамье подсудимых оказался главный инженер местного ЖЭКа. И вот спустя 9 лет история повторилась уже в другом дворе. Пенсионерка чудом осталась жива. Как и тогда, на скамье подсудимых главный инженер местного ЖЭКа, который обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Как и его предшественник, подсудимый и его защита настаивали на том, что коммунальные службы не несут ответственности за самовольно построенные конструкции на балконах, а отвечать должен собственник квартиры, с чьего балкона произошел сход снега. Однако сторона потерпевшей другого мнения. В данном случае вину должен нести ЖЭКу-51, работник, получается, данной организации, который обслуживал данный дом. И, соответственно, имеется отклонение от своих обязанностей, что привлекло к причинению последствий в виде причинения тяжкого вреда. С февраля по июнь прошлого года пенсионерка находилась в медучреждении, но до сих пор не смогла восстановить здоровье. Что касается главного инженера, то он признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. С 10 часов вечера до 6 утра мужчине запрещено покидать место жительства. Также ему нельзя посещать места, где реализуется или употребляется алкоголь и многое другое. При этом у обеих сторон есть 10 дней на обжалование приговора. Эльмира Гаинудин, Вараде Ганеев, Челны, 24.